МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вологда – новогодняя столица России. Этот статус уже закреплен в официальных документах. Но древний город не только на бумаге является местом, где отмечать Новый год приятнее всего, а увидеть своими глазами зимнюю праздничную Вологда может каждый мы. В 2011 году центр города впервые был украшен праздничной иллюминацией. Да так, что интернет-пользователи выбрали Вологду самым красивым новогодним городом мира. Только ВКонтакте фотографии Вологды, сверкающие разноцветными огнями, отметили более 15 тысяч человек. Причем по количеству лайков она обогнала даже Ночную Ригу, Будапешт, Мадрид, Нью-Йорк и Лондон. Но одно дело смотреть на фотографии и совсем другое – увидеть все это своими глазами. За последние годы цветные огни и украшения в Вологде вышли за пределы Центральной площади. Теперь цветной иллюминацией украшаются парки, скверы, фасады административных зданий и витрины больших магазинов. Посмотреть на праздничное убранство Вологды специально приезжают гости из многих других регионов. Чтобы туристы не ходили по улицам в поисках того, чтобы посмотреть, в Вологде специально был создан Центр туристической информации «Резной полисад». Придя сюда, каждый гость сможет в одном месте получить информацию о свободных номерах в гостиницах, выставках, ближайших экскурсиях и самых красивых местах города для самостоятельных прогулок. Более того, и гостиницы, и экскурсии можно заказать здесь же, в «Резном полисаде». Здесь и сейчас он может заказать экскурсию, пешеходную, велосипедную, на автомобиле. Помимо этого есть интересные тематические экскурсии. Это пешеходная экскурсия с Иваном Грозным по Вологде и экскурсия на ретроавтомобиле. То есть мы стараемся находить варианты на любые запросы, на любые желания наших туристов. Все, чем гордится Вологодская земля, можно приобрести рядом с информационным центром в торговом комплексе «Вологодские сувениры». Настоящее вологодское масло, рецепт которого разработан известным ученым Николаем Верещагиным. Тончайшее вологодское кружево, изделие из которого может стать украшением гардероба любой женщины мира. Северная чернь, традиции изготовления которой пронесли через десятилетия вологодские мастера. Старинная Вологда каждый год бьет новогодние рекорды. В 2013 году в центре города была установлена самая большая в России горка для катания. Ее высота 9 метров, ширина 5, а длина ската около 100 метров. Подняться вверх можно по четырем лестницам. Сама горка деревянная с резным навесом. Ее подарили городу предприниматели. И теперь планируется устанавливать горку каждый год в начале зимы, чтобы как можно больше желающих смогли опробовать настоящую русскую забаву. Любители экстремального отдыха также смогут с удовольствием отпраздновать Новый год в Вологде. Центр активного отдыха и туризма ЕС встретит гостей по старинному обычаю с самоваром. Ну а дальше всех ждет катание на горных и беговых лыжах, сноубордах, русских и заморских санях. Для детей будет организовано взятие снежной крепости и зимней забавы. И, конечно, какой Новый год без сказочных персонажей, ухи и чая у костра. Ну а праздничный ужин, как и полагается, будет организован в ресторане с отличной кухней и развлечениями. Вдали от городской суеты, под теплым светом домашних свечей, гости дворянской усадьбы окунутся в атмосферу подготовки и празднования Нового года и Рождества Христова. Таинственный XIX век раскроет перед гостями все секреты подготовки к этим праздникам. Гости культурно-просветительского и духовного центра усадьбы Бринчаниновых познакомятся со старинными рождественскими традициями дворянских семей, увидят представление домашнего театра, примут участие в приготовлении новогоднего подарка. Освоив манеры светского этикета и тайный язык веера, участники программы смогут присоединиться к домашнему новогоднему мускараду. В течение праздника гостям придется разгадать старинные шарады и новогодние загадки, а музыкальная импровизация домашнего оркестра не оставит никого равнодушным. Праздничная программа продолжится в старинном парке, где белоснежные сугробы и лабиринты пригласят гостей принять участие в русских зимних забавах. На деревенские гуляния и празднование Нового года большими компаниями приглашает архитектурно-этнографический музей Семенково, недалеко от Вологды. Под Новый год все желающие смогут стать участниками праздничного переполоха, необыкновенной новогодней истории, которая приключилась с Дедом Морозом, его друзьями, сказочными героями Емелей, Снеговиком и жителями деревни Семенково. Но и это еще не все. В этот день кладовая секретов Деда Мороза откроет свои волшебные сундуки и свершится чудо. Во время праздника для гостей будет работать новогодняя мастерская. Мастера народных промыслов помогут желающему сготовить новогодние поделки. Здесь можно будет написать и оставить свои пожелания для всех, кто верит в новогодние чудеса. Колорит русской деревни добавит чашка горячего чая и свежая выпечка. Так что если этой зимой вам нужен настоящий праздник, приезжайте в Вологду. Дорогие мои друзья, от всего сердца приглашаю вас в Вологду, где состоится Всероссийский Новый Год. Искренне ваш, российский Дед Мороз. Редактор субтитров А.Семкин